Российские СМИ продолжают подводить итоги визита президента США в Москву. Поскольку об этом активно дискутируют на страницах российских газет, на форумах и в блогах, мы тоже не могли остаться в стороне. С подробностями Гога Лалишвили в рубрике «Политразрез». Гога, почему в России наблюдается небывалое внимание к приезду Барака Обамы? Этот визит завершился почти две недели назад, но интернет прямо бурлит от комментариев. Ну, визит президента США сам по себе событие для любой страны. А в данном случае интригу создавала так называемая перезагрузка отношений. Она усилила значение встречи и вызывала какие-то ожидания. И сейчас широкая публика в России просто пытается понять, каковы реальные итоги, что произошло, чего следует ожидать. В Америке этому визиту не уделили особого внимания просто потому, что широкое общество здесь менее политизировано, чем в России. Ну, съездил Обама в Россию, поехал-приехал. Широкая публика за этим практически не следит. В Америке немногие вообще в курсе всей этой перезагрузки отношений. А в России каждый второй в курсе перезагрузки и даже пельмени с перепелками, которые Бог послал Владимиру Владимировичу на завтрак, когда к нему наведался Барак Обама. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу зубровку, домашние соленья, свежие овощи, разнообразные закуски, украинский борщ, курицу и домашнее супле. В России знают все до мельчайших подробностей, вплоть до количества гвоздей в сапоге, которым раздувался самовар. В США все эти детали совершенно неизвестны и неинтересны широкой публике. В целом об уровне визита российского общества к этому визиту можно судить по активности российских пользователей интернета, которые создали небывалый ажиотаж. Российский интернет или рунет вообще штука довольно специфическая. Российских интернет-пользователей можно разделить на две четкие категории. Тех, кто поддерживает руководство, так называемые патриоты, и тех, кто выступает против политики властей, так называемые либералы. И любой российский форум сегодня представляет собой арену горячей схватки между этими двумя категориями политоманов. Каждый из них трактует события в свою пользу. И наблюдая эти баталии, можно сделать вывод, что информационные запросы политоманов относительно визита президента США остались неудовлетворенными. Средства массовой информации не дали конкретных ответов на вопросы. И любое событие, которое сможет дать дополнительный свет этим переговорам, немедленно становится темой горячих дискуссий на больших и малых интернет-форумах. Таких арен в российском интернете сегодня предостаточно. Но основными площадками, ареалом обитания самых отъявленных политоманов, сегодня в России, пожалуй, являются форумы независимой газеты и радиостанции «Эхо Москвы». Несколько лет назад очень динамичным и широким форумом был форум газеты «Коммерсант». Но после того, как живой формат там был изменен на формат LiveJournal, это сузило его масштабы. Таково вот в общих чертах российское интернет-пространство, которое сегодня пилингует и расшифровывает сигнал о том, что реально было сказано на встрече первых лиц России и США. Вот теперь, после того, как мы разобрались с интернет-пространством, можно перейти непосредственно к анализу событий. В прошлый раз по горячим следам мы сделали вывод о том, что никакого прорыва на встрече президентов не произошло. Сегодня, спустя неделю, я могу сказать больше, это был провал. Но события, которые подтверждают правду этого утверждения, буквально посыпались одно за другим, как спелые яблоки с дерева, как только Обама покинул Москву. Первым сигналом о провале переговоров стало заявление Министерства торговли США. Вступление России во Всемирную торговую организацию в составе Таможенного союза было названо «несуществимым» уже на следующий день после завершения визита Обамы. Не успели российские пользователи обсудить это событие на форумах, как Узбекистан выступил против открытия новой военной базы России в Киргизии. Новость прозвучала так. Ташкент категорически возрождает против создания новых иностранных военных баз в граничащих с ним государствах. Фактически Белый дом, который без всяких сомнений непосредственно стоит за этим заявлением, прозвучавшим из Ташкента, дал понять, что не собирается уступать России влияние в Средней Азии. Но самой серьезной демонстрацией стало заявление Туркмении о том, что эта страна готова поставлять свой газ под газопроводу «Набукко», который является основным конкурентом российскому проекту «Южный поток». Сразу после заявления Туркмении, 13 июля, я хочу подчеркнуть, уже на пятый день после завершения визита в Россию американского президента, в Турции состоялось подписание соглашения о строительстве газопровода «Набукко». И США демонстративно заявили о полной поддержке этого проекта. Вообще, эта история с «Набукко» носила явно демонстративный характер. У меня сложилось впечатление, что Запад просто придерживал «Набукко» в рукаве как крайнее средство. И сразу после московских переговоров, повторяю, буквально на пятый день, этот проект вынули из кармана и фактически осуществили. Поскольку на все это нужно было как-то отвечать, президент России Дмитрий Медведев совершил первый в истории России официальный визит в Южную Осетию. В Схинвале Медведев посетил российскую военную базу и выразил удовлетворение увиденным. Эффект от посещения Медведевом в Схинвале был усилен учебными пусками ракет «Синева» с подводных лодок в Арктике. Интересно, что пуски произошли из-под льда, который был проломлен корпусами подводных лодок перед самыми залпами. В том, что просто так атомными подводными лодками по льду стучать не станут, я думаю, никто не сомневается. Говоря по-простому, а все эти жесты имеют очень простой характер, Россия продемонстрировала Соединенным Штатам то, что ее подлодка может запросто всплыть в любом месте Арктики, проломить лед и выпустить несколько ракет. Ответ американцев не заставил себя долго ждать. 15 июля в грузинский порт Батуми прибыл американский эсминец «Стаут». Интрига в том, что кроме противокорабельных, противолодочных ракет и торпедо-минного вооружения, «Стаут» имеет две установки вертикального пуска баллистических ракет дальнего радиуса действия типа «Тамагавка», которые, как известно, могут нести ядерные заряды. Этим Вашингтон показал все, что думает о российских базах в Абхазии и Южной Осетии. И то, что его корабли, несущие ядерное вооружение, могут также неожиданно появляться в разных местах, например, в Черном море. А чтобы не понять этот жест было нельзя, в день прибытия эсминца «Стаут» в Батуми военный канал Пентагона поместил репортаж об этом. Тот самый, который Вы сейчас смотрите. По словам ведущего, эсминец прибыл в Грузию для участия в совместных маневрах и учениях по отработке, внимание, захвата враждебного корабля, а также совместного участия в конфликтных ситуациях. А в следующем после этого предложения ведущий канала Пентагона прямо заявил, я цитирую, «Визит «Стаута» рассматривается как поддержка Грузии с Соединенными Штатами после прошлогоднего вторжения России в Абхазский и Юго-Астинский районы страны». Более прямо выразить мысль просто невозможно. Вот все это, на мой взгляд, дает право говорить не только об отсутствии неких прорывов, но о полном провале московских переговоров. Тот, кто скажет, что все эти события говорят о том, что переговоры прошли успешно и перезагрузка состоялась, пусть первым бросит в меня камень. Это что ж, Ваш мальчик? Мальчик, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Как будут развиваться события, мы увидим в самое ближайшее время. Это Политразрез. До встречи через неделю.